всем привет меня зовут майкл наки и это новая сводка с русланом левиевом что происходит на фронте что происходит вокруг фронта стало известно о том что буквально разведка соединенных штатов помогает украинским силам вычислять командные пункты российских генералов передвижные наносить по ним удары пообсудили с русланом ползущую мобилизацию которая то ли происходит то ли нет какие-то аспекты этого есть какие-то нет и многое другое в сегодняшней сводке не забывайте ставить лайки подписываться на канал писать комментарии это все помогает продвижение видео ну и поддерживать команду конфликт интеллигент стим и этот канал на патреоне ссылки на будут в описании так наш разговор с исследователем конфликт интеллигент стим русланом реви его привет руслан расскажи пожалуйста зачем вы с командой следили в последние сутки что привлекло ваше внимание на что стоит обратить внимание нам за последние сколько я обыскал пару часов мое внимание привлекла новость из испании где арестовали анталия шария просто дело в том что я сейчас в испании как такое забавное получилось совпадение что с тобой здесь оказаться как арестовали анатолия шария но мы давно со зрителями не сомневаемся что ты работаешь на западной разведке безусловно и это очередное подтверждение ну надо же проверить всякие логистические маршруты здесь поставок вооружения прочего да вот посмотрим мы экстрадируют его или нет будем будем за этим наблюдать потому что понятное дело что арестовала его испанская полиция они какие-то избушники приехали прямо в испании и арестовали его на этом на этом мы будем обращать внимание потому что поэтому будет понятно как в дальнейшем в будущем будет налажено взаимодействие между западными спецслужбами и украинскими спецслужбами которые будут пытаться как-то наказать всех причастных к войне будут ли западные спецслужбы так легко идти на контакт легко экстрадировать граждан разных стран для украины посмотрим по части фронта того что происходило за этот день получается завтра вчерашний день я бы начал даже с круизного интересного момента такой лайфхак военных которые правда применяют обе стороны но впервые мы увидели когда применяют манекены мы увидели видеозапись как выкопаны траншеи в них поставлены манекены и по ним работает российская артиллерия то есть понятное дело что с большого расстояния когда какой-нибудь там наводчика артиллерии пытается скорректировать оппозицию он через какой-то бинокль смотрит на траншеи виде там что-то что-то подобное человекоподобное и видимо принимает это как а за настоящий бойцов и начинает туда пылять снаряды тем самым стрелять тратится в пустую все это расходуется и получается такой эффективный способ отвлечения врага одновременно с этим россия продолжает наносить ракетные удары по разным логистическим пунктам а вот за вчерашний день и позавчерашний день было несно более 6 ударов по разным железнодорожным станциям тяговым подстанциям то есть то что питает электричеством электрички и в целом железнодорожные пути в днепре нанесли удар по жиде мосту и если у нас такое ощущение что видимо начали люди из генштаба и подсчитывать иногда сводки стрелкова который постоянно на это жаловаться что надо носить удары именно вот по всяким мостам то что их тяжелее восстановить и это это нанесет еще больше урон там украинской стране особенно в плане снабжения и вот он нанесли удар по железнодорожному мосту в днепре люди там не пострадали но движение поездов остановлены и пока что непонятно когда она возобновится может быть когда эта сводка уже видит может быть движение уже будет возобновлено он данный момент пока мы это записываем она еще не не возобновлено и в целом из-за вот таких ударов по тяговым подстанциям например в селе воловец закарпатской области там еще 57 домов остались без газа то что электричество отключило также произошел ракетный удар по городу арциз одесской области не совсем понятно что было цели но мы можем опять же предполагать исходя из других ударов что может быть целью была либо же до станция который находится в этом городе либо заброшенный аэродром на экране аэродром хоть и является заброшенным но там российская страна может об этом например не знать она может не догадываться что он уже не действует и все равно на всякий случай нанести удар по аэродрома в том числе но с другой стороны мы вчера видели сообщение из макеевки макеевка она находится давным-давно уже под контролем российских сил она чуть в северо-восточнее от донецка и туда постоянно в течение всего этого и всех этих лет и особенно последнее время прибывали поезда в последнее время вот когда началось очередной там вторжение как говорят туда каждый день приезжал поезд с цистернами то есть это по сути снабжение топливом и для сепаратистских сил и для российских сил и вот вчера мы увидели видеозапись пожара на нефтебазе в макеевке куда как раз эти поезда и прибывали там пожар виден был что он очень массивный и горели видимо вот эти вот баки стационарные куда наливается топливо нет это тоже получается был мы не знаем опять же был ли это удар украинских сил по этой нефтебазе или какая-то халатность со стороны там сепаратистов например это это пока непонятно вот посмотрим за развитием событий но мы хотя в целом там пожар на такой нефтебазе это серьезный урон для сепаратистских российских сил на лиманском направлении мы видим как все все горит мы то есть мы видим спутниковые снимки есть такой тип спутниковых снимков которые фиксируют пожары то есть изначально такие спутники предназначен для того чтобы фиксировать природные пожары в далеких лесах которые находятся далеко от населенных пунктов чтобы можно было по спутникам сразу это это заметить и этом мы выслать пожарные команды в отдаленные районы чтобы пресечь распространение огна огня широко и массово и вот эти же тип спутников можно использовать для слежения за ходом боев в войне то что понятное дело что применяют много вооружения много очень мощного вооружения и все это в итоге фиксируется как огонь как пожар например когда стреляет ракетная система залпового огня у нее там сзади остается такое выжженное место то тоже фиксируется как огонь на карте и вот такой таким снимком мы видим что на лиманском направлении все горит и что говорит о том что нам там идут такие тяжелые бои продолжается поставки вооружения и для украины португалия она передала четыре бронеавтомобиля и века и это примерно те же самые автомобили которые в россии известны под названием рысь по сути рыси это тот тот же самый и века и есть просто мы такое совместное производство и вот четыре таких машина португалия дала для украины а также на пообещала гаубицы м114 и бронетранспортеры м113 америка заявляет что афганские mi-17 они уже в украине это те самые вертолеты про которые так сильно жаловалась россия говоря что вот америка нарушает сертификат конечного эксплуатанта мы договаривались что мы эти mi-17 продадим а америке только для того чтобы они их поставили потом афганской армии а в итоге эти вертолеты сейчас будто точнее не будут они уже получили были получены украины mi-17 это то что нам в россии известно под названием mi8 то есть это просто экспортный вариант ми-8 вертолета транспортного в нидерландах местные жители сняли железнодорожный состав на котором было видно восемь панцергаубиц и их нидерланды как раз обещали украине а германия в свою очередь обещала поставить боеприпасы для этих гаубиц и подготовить артиллеристов возможно этим панцергаубицы которые были сняты в нидерландах может быть они сейчас едут пока что только в германию чтобы там как раз украинские артиллеристы проходили на них обучение и подготовку российские большие десантные корабли они сейчас сидят в порту новая российская ну как я и говорил они в сводках для военно-морского флота россии вопрос с десантом теперь закрыт окончательно они прекрасно понимают что невозможно провести десант потому что есть всегда угроза нанесения удара по кораблям и ракетами нептун и там какие-нибудь даже точками все это вполне возможно подобным мы уже замечали поэтому теперь эти большие десанты корабли они не нужны потому что они не могут теперь не поставить снабжение по морю не десантировать людей великобритания одновременно поставит еще украине грузовые беспилотники малой т-150 они способны перевозить до 68 килограмм оборудования то есть они могут подвести на линию фронта какой оборудование оперативным способом при этом они могут летать на дистанцию там до 70 километров что в принципе неплохо тут сразу возникает просто что может быть они как-то могут поставить снабжение тем самым например на азовсталь но по моему в 70 километрах от азовстали нету никаких возможностей поднять в воздух такой беспилотник и забросить какое-то снабжение вооружение на азовсталь но тем не менее как бы беспилотники не бесполезно это хорошая вещь и вот их мы сейчас поставят украине и также великобритания пообещала тоже противокорабельные ракеты brimstone это как раз к вопросу о больших десантных кораблях которые теперь опасаются подходить к берегам украины и также пообещали носители пазырка штормер это такие по сути боевые машины пехоты с пазырка с пазырка и star streak тем самым на них установлены и также еще контр-баттерийные радары то есть радары которые фиксируют работу артиллерии минометов и своевременно пеленгуют позиции врага и еще 100 прицелов ночного видения и я напомню что в целом вот в этой войне проблема прицелов ночного видения объясняла почему наступление всегда идет только светлое время суток потому что для работы войск ночью у них нету прицелов ночного видения но спецназа какого-то элитного есть и мы уже видели некоторые кадры работы российского спецназа в ночное время суток и там и все эти кадры сняты как раз таки через прицелы ночного видения но это в очень ограниченном количестве то есть массово они пока не применяется потому что их его россии банально нету вот дорогая вещь поэтому поэтому их и нету на высказывание сергея лаврова который мы вчера обсуждали уже среагировали и министр иностранных дел франции который сказал что слова лаврова они просто омерзительны и мы должны продолжать поддерживать украину и на эти же слова отреагировал еще и главный раввин россии берл лазар он сказал что сергей лаврову следует извиниться перед евреями то есть фактически мы видим как лавров своими неосторожными словами эмоциями еще больше вбивает так лиными между теми кто колебался так по отношению тому поддерживать украину и как поддерживать украину и или оставил оставаться пытаться быть таким нейтральным вот и добивать того чтобы все перешли на сторону украины даже внутри россии некоторые силы начали бы переходить на сторону украины вот тут кстати вопрос о котором много говорят и я которым говорю может быть это даже более по по понятное объяснение а много говорят о том что израиль как бы не то чтобы придерживался нейтралитета но скажем так весьма неактивно помогал украине там и по вопросам вооружений и по вопросам еще как это насколько это действительно так и видим ли мы какие-то изменения в этом направлении нам тоже так казалось мы тоже видели в ходе вот этой фазы вторжения как израиль вроде бы такая колеблется вроде бы не решается как-то активно помогать украине да и принципе сейчас пока что вроде бы такого прям сильно серьезной помощи от израиля не было но по примере нарратив сменился риторика сменилась то есть сейчас уже прямо говорят обсуждают израиль что может быть надо какие-то вооружения поставить украине дома те же там комплексы пво какое-то современное вооружение то есть риторика уже уже меняется ему я думаю мы скоро увидим поставку вооружений в том числе и от израиля тоже либо какая-то там за помощь специалистов это тоже может быть вполне вероятно как вы наверное уже привыкли периодически не очень часто на этом канале появляется реклама чтобы канал продолжал функционировать существовать в таком интенсивном режиме и вот сегодня опять же несколько слов о весьма полезном спонсоре сегодняшнего выпуска несмотря на то что youtube продолжают не блокировать что лично для меня удивительно огромное количество ресурсов и сайтов сейчас заблокировано более того часть ресурсов недоступна по другим причинам например компании сервисы ушли из россии из-за того что сейчас идет война благодаря vpn сервисом вы сможете обойти все эти ограничения как ограничение на блокировку информации и настоящих сми из которых вы можете получать правдивую информацию так и с точки зрения сервисов доступ к которым вы можете получить если пользуетесь vpn сервисом vpn сервисы существует разные бесплатные платные и выбирая между ними платные представляются более оптимальным выбором особенно если они не очень дорогие потому что бесплатным же нужно на чем-то зарабатывать поэтому они могут продавать ваши данные или показывать вам очень много рекламы или не до конца шифровать ваш трафик ну в общем очень много всяких есть возможных уязвимостей а если это платный проверенный сервис то конечно вы делаете выбор в пользу безопасности возможности одним из таких сервисов является surf shark это сервис который скажем так вне российской юрисдикции и который обеспечивает вам надежное подключение соединения а также полная анонимность ваших данных поэтому переходите по ссылке в описании вводите промокод naki и вы получите surf shark с 83 процентной скидкой а также несколько месяцев в подарок это хорошее выгодное приложение я сам себе кстати поставил surf shark многие люди меня благодарили за эту рекламу потому что surf shark действительно оказался для них хорошим и полезным сервисом но и он входит во многие топы поэтому без вообще каких-либо проблем рекламирую вам этих замечательных ребят из интересного также наша коллега исследователи роп ли он отмечает что из-за стрельбы скабрирования то есть я напомню стрельба скабрирования это когда либо самолет либо вертолет они немного задирают нос вверх и стреляют как будто бы воздух то есть для обывателя кажется что как будто бы летательный аппарат выпускает ракеты в воздух это бесполезно на самом деле таким путем достигается еще больше дальность попадания так вот рублей отмечает что из-за стрельбы скабрирования не получается нормально сухой сухопутное наступление потому что когда вы стреляете скабрирование у вас прицельность она еще меньше то есть там можно случайно попасть по своим и поэтому нормального сухопутного наступления вслед за обстрелом с воздуха вот такого она не идет ну что бояться дружеского огня а авиация свою свою очередь боится того что их собьют из комплекса пво или по или пазарка также рубли отмечает что в городских боях активно используется морская пехота это там и в мариуполе и там в других городах там в запорожье запорожье направлении имеют почему потому что морская пехота она более оснащенная солдатами то есть там больше есть контрактников там меньше проблемы не комплекта в отличие от других видов войск за исключением вдв вдв тоже более-менее все хорошо сказка с контрактниками они там есть почему мир так как-то вообще все влияет дело в том что есть вот например сухопутные соединения такие как мотострелковые подразделения которые должны бы пойти и заходить пойти по земле и заходить там города там строить свои позиции и я тут делаю отсылку к 64 64 муцерковой бригаде которую которые призвали звание гвардейской и как по мнению многих якобы за бучу так вот возьмем обычное мотострелковое подразделение мы когда проводили свои подсчеты насколько серьезно не комплект в таких подразделениях мы заметили что фактически получается что во многих боевых машинах пехоты в формате когда должен быть десант семь человек там на стене самом деле остается только экипаж три человека боевая машина пехоты и экипаж это командир машины мехвод то есть сути водитель и оператор наводчик по правильному во время войны там должно быть еще четыре человека которые десантируются то есть боевая машина пехоты пехоты подвозит их на переднюю линию линию фронта далее люди десантируются начинают проводить зачистку там например в городе каком-то бмп просто их поддерживает огнем но из-за страшного некомплекта особенно в мотострелковых подразделениях вода тех в от десантирующихся их нету мы просто нету нету контракт не хватает в итоге что получаете в итоге бмп превращается просто банально в такой легкий танк что остается только три человека которые ну десантируются не могут мехвод по не по понятным причинам десантироваться не может потому что он водитель мало ли ему уже быть срочно сменить позицию как-то передвинуться оператор-невотребильный человек тоже не может десентируются потому что он стреляет и он зай styles прикрывать и саму БМП. И остается только командир машины, а он же не будет так, что вот БМП подъехала к дому и такой, ну вы подождите, парни, пока здесь, а я пойду зачищу дом от неонацистов. Конечно, это полнейший абсурд. Именно поэтому в городах работают в основном десантники и морпехи. Вот на южном направлении, там где Мариуполь и в сторону Запорожского направления, там мы видим, что работает в основном морская пехота. В Николаевском направлении там работают десантники. И они же заходили и в Бучу. И именно поэтому мы и говорим, что больше всего съедились у нас именно от десантников по их зверстам в Буче. Потому что мотострелковые соединения, то есть та же 64-я мотострелковая бригада, она не могла десантироваться, у них недостаточно людей. Она могла только техникой заходить. А у десантников есть люди, которые могли спешиваться с боевых машин пехоты, заходить в здание, проводить зачистки, там допрашивать людей, казнить их, убивать, насиловать, грабить дома. Все это не могли делать. Банали за счет того, что у них более-менее комплект есть. Вот. Такая вот проблема с мотострелковыми подразделениями. И так же мы видим, как ряд десантников, они получили ордена мужества за Гастомель, операцию в Гастомеле, когда они пытались там десантироваться, ну точнее, они десантировались с вертолетов, пытались занять позиции и отвоевать взлетно-посадочную полосу, чтобы туда мог дальше сесть транспортный самолет. Что у них не удалось. Но, тем не менее, считается в российской пропаганде, что операция за Гастомель была успешной. Она сильно распиарена внутри России, в российском обществе. Там есть много съемок, которые показали по федеральным телеканалам, как шли бои за Гастомель. Ну и вы, наверное, помните, как корреспонденты Первого канала побывали в Гастомеле, снимали там свои репортажи. Поэтому сейчас десантники получили ордена мужества. На фотографии с награждением мы видим там как минимум шестерых человек, которые получили эти ордена. И вручают им эти ордена командующие воздушно-десантными войсками генерала Андрея Сердюкова. Пока мы на генералах. Значит, время инсинуации. Это у нас такая постоянная рубрика. Значит, и сейчас отличное для этого. Мне кажется, выбрано время. Значит, Нью-Йорк Таймс вчера со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает, что разведка США помогает Киеву уничтожать российских генералов в Украине. Что США снабдили Киев данными разведки, которые помогли украинской армии определить местоположение и уничтожить нескольких российских генералов на территории Украины. По данным издания, американцы сконцентрировались на представлении в режиме реального времени информацию о геолокации и других деталях российских передвижных командных пунктов, которые постоянно меняют свою дислокацию. Украинцы сравнивают эти сведения со своими разведданными, включая перехваченные разговоры, и организуют удары по ним, если предполагают присутствие в них высших офицеров. Это частично бьется с тем, как мы вообще с тобой обсуждали то, как украинская армия наносит удары по командным пунктам и как она считает убитых генералов, но это довольно интересная, как мне кажется, деталь. Скажи, пожалуйста, насколько это правдоподобно и меняет ли это что-то в картине этой войны? Это очень правдоподобно, но мало проверяемо, как ты видишь, потому что мы можем проверить только в итоге по сообщениям о похоронах этих генералов, которых мы видели пока что мало. Вполне возможно, что и другие погибли, но зачем-то там их так скрывают, их гибель. Может быть и так. Слушай, как раз здесь объясняется легко, что ровно для этого, потому что как только мы видим с тобой похоронные венки конкретному генералу, мы видели два, мы фиксируем, что да, убили генерала, об этом сообщают с помпой все украинские медиа, западные медиа, мы с тобой, поэтому как раз желание скрывать такие вещи, оно вполне понятно. Это я не к тому, что ты прав или не прав, а к тому, что будь я на их месте, не дай бог, конечно, я бы тут же использовал табакерку, но тем не менее, я бы тоже, безусловно, пытался это скрывать, потому что это, что называется, дискредитирует российскую армию, хотя куда уж больше. Ну, с другой стороны, я вспоминаю там и операцию в Сирии, и начало этой войны в 2014 году, когда тоже гибли там, в том числе какая-нибудь элита спецназа, и тоже это пытались скрывать, но пытались скрывать это не в формате того, что и похорон не было, там, не знаю, кремировали тело и как-то развеяли. Похороны были, и они вполне были пышные, просто никак не афишировали ни в прессе, нигде, но все равно это потом всплывало в виде сообщений от родственников или сослуживцев. То есть даже в Сирии к операции, которая была прикована там в десятки, если не в сотни раз, меньше внимания, да, даже там, несмотря на всю там полуконспирацию, это все равно всплывало, не говоря уже от двух вот этих инцидентов. Поэтому, как тут разумно, опять же, я не защищаю версию о том, что там погибло 50 тысяч российских генералов, да, но предположить, что они как-то ушли от практики пышных похорон за исключением там совсем каких-то, да, там исключительных случаях, вполне возможно. Да, вполне возможно. Ну и вообще, в принципе, тактика, она абсолютно логичная. То есть я бы на их месте делал так же, потому что, когда вы лишаете командующего состава какое-нибудь соединение, оно становится небоеспособным. То есть у вас выбор либо как-то уничтожить 30-40% личного состава или техники соединения, что очень сложно, большая получать цель, либо нанести удар по командному пункту, где находится командир. Вот, и тогда результат тот же самый. Меньшим усилием, результат тот же самый. И ради такого там можно потратить даже какой-то более дорогой, более точный снаряд. Поэтому тактика абсолютно логичная, ожидаемая и правильная. Я думаю, наверняка американская разведка и вообще в целом западная разведка, то есть в том числе европейская, наверняка она помогала с такими сведениями Украине с самого первого дня, там, с 24 февраля, чтобы максимально эффективно сорвать российское наступление. То есть это ведь выгодно даже и для самого Запада, потому что то ли вы поставляете там еще больше вооружения, которое тратится на пехоту, на обычных пехотинцев, там, морпехов, десантников, кого угодно, то ли вы тратите меньше усилий, больше, там, не знаю, информационных тратите усилий разведки, зато эффективнее наносите удары по командующему составу и достигайте тех же целей, ну, то есть сорванного наступления. Вот, поэтому это абсолютно логичный и правильный шаг, как бы попытаться нанести удары именно по тем командирам, генералам, которые пытаются прибыть, ну, или прибывают на фронт, и наверняка по Герасимову тоже действительно пытались ударить, и, видимо, наносили удары по тем местам, где он был, просто чуток опоздали. Ну, потому что его видели уже живым, здоровым, заходящим на борт. Вот. В Украине также задержали интересную диверсионно-разведенную группу, для нас, для нас она интересная, мы такого раньше не видели. В чем интересная деталь у них заключалась, в том, что они были одеты в двусторонний камуфляж. То есть, с одной стороны, они одевают униформу, они, получается, как будто бы российские военные, выворачивают наизнанку, опа, они уже украинские военные. Вот такой вот интересный двусторонний камуфляж у них был замечен, их задержали. Это такой интересный пример. Приходят сообщения, что российские силы вывезли из Херсонской области и ближайших районов в общей сложности 400 тысяч тонн зерновых, как говорится, из разных оккупированных областей, то есть, примерно треть всех запасов в этих регионах. Об этом сообщает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. И он говорит, что есть употребления по вывозам зерновых из Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской, с каждой примерно по 100 тысяч тонн. И опять он говорит о возможности, вероятности голода в этих регионах, что опять нас вводят некоторые замешательства, потому что с одной стороны мне пишут местные, которые говорят, что независимо от того, сколько их там вывезут этих тонн, у них нет возможности вывезти все, и голод не страшен. С другой стороны, мы вот опять видим такие вот заявления, что голод вполне возможен, то есть может быть и такое. с этим пока для меня непонятно. Мы видим, что продолжается наступление и там на город Попасное, за него продолжаются бои зарубежные, и как я сказал, в основном сейчас самое горячее направление Лиманское, вот поставляется продолжение, продолжает поступать вооружение от запада для Украины, вот, но в целом пока вот на сегодня в основном все, что у нас есть для сводки, вот, будем продолжать за этим наблюдать. Скажи, пожалуйста, много сейчас посвящено, конечно, всего мобилизации возможной, но часть людей говорит, что в целом ползучая мобилизация идет, что есть какой-то сбор добровольцев, казаков, значит, и прочее, прочее, не мог бы ты поподробнее рассказать, чего вообще мы наблюдаем по севере, то есть ты касался этой темы, когда говорил про бронирование в крупных компаниях, вот если в целом брать эту тему с ползучей мобилизацией, можешь описать, пожалуйста, все, что вам известно к этому моменту по данному поводу. Ну, по мобилизации, да, мы видим продолжающиеся новые такие повестки с целью уточнения учетных данных, которые приходят разным гражданам в разных регионах России, пока никто не говорит именно о мобилизации, больше вот такое, вызывает военкомат для уточнения учетных данных и предлагают подписать краткосрочный контракт, заманивают деньгами, вот, но пока серьезных подвижек именно к мобилизации мы по-прежнему не видим, то есть ползучая подготовка, может быть, она и есть, но серьезной подготовки мы все еще не видим. А в чем она может выражаться? То есть, вот, что, если вы увидите, да, для вас это будет сигналом, просто, может быть, мы в том числе попросим наших зрителей, да, писать о каких-то вещах, которые есть, ну, там, не знаю, что это, это подготовка учебных лагерей специальных, да, или там разворачивание каких-то там пунктов приема, там, ну, потому что обычными силами военкоматов, наверное, если мы говорим про масштабную мобилизацию, не справиться. То есть, как это должно выглядеть, что нас должно наводить на мысль, если мы это увидим, что мобилизация вот уже близко? Во-первых, я думаю, мы увидим поезда, которые повезут технику с мобилизационных складов на разные ремонтные предприятия, чтобы эту технику нормально расконсервировать и подготовить ее к боевому использованию. Разве мы не видим расконсервации техники? В очень малых масштабах, и потом мы видим, что она попадает в руки именно тем, кто уже воюет. То есть, те же грады, первые на шасси ЗИЛ-131, в итоге мы их увидели, что они поставлены там, казачьей дружине, как-то так называется, народной милиции ЛНР. И они их используют. И все это пока в ограниченном количестве. То есть, это не тот масштаб, который предполагается для мобилизации. Вы же не планируете мобилизовать, не знаю, там 10 тысяч человек, потому что это ничего не изменит. Если проводить мобилизацию, то нужно мобилизовать хотя бы 200 тысяч человек. А для 200 тысяч человек нужно распаковать очень много техники и привести в боевую готовность. Это будет много поездов, потому что, как я и говорил в одной из сводок, да, мы видим вот этот эшелон с огромным количеством тех же самых градов 1, наше СССР-31, и их там десятки. Но я полагаю, что там из них, наверное, может, половину удастся привести в боевую готовность, остальное будет вне кондиции. Поэтому и техники на 200 тысяч человек придется распаковать очень много. И это будет много поездов, мы этого точно заметим. Плюс, я думаю, мы заметим, что будет часть военнослужащих, офицеров различных, выдергивать с фронта либо с границы и везти обратно в пункты постоянной дислокации, потому что нужны люди, которые будут готовить мобилизованных, то есть дообучать их снова. Пока что мы этого тоже не видим. Будет подготовка именно самих полигонов, то есть привоз техники туда, какое-нибудь там обслуживание этих полигонов от наших источников, я думаю, тоже мы это заметим, потому что у нас есть знакомые из разных воинских частей, у которых есть такие контакты, которые могут нам соответственно это сообщить. Тоже пока что этого не видно. Ну и работа, естественно, военкоматов, то есть военкоматы должны как-то административно готовиться к тому, что будет какие-то наплыв людей, которых нужно будет как-то документально обрабатывать, может привлекать нужно будет к этому военную полицию, какую-нибудь военную комендатуру, которая будет как-то ездить под предприятием, не знаю, и собирать людей, потому что явно люди не захотят сами вот так вот по одному только призыву мобилизации выстраиваться в очереди и ехать на войну. Придется как-то ездить по городам и банально вылавливать, ну может не так вот прям как в Донецке похищать людей, но по крайней мере посещать предприятие и заберуть оттуда списки работников, наверное, такое мы увидим. Но пока ничего подобного мы не заметили. Однако это не исключает возможности того, что сначала объявят, что все, война и ведут военное положение, там закроют выезд за границу для мужчин возраста от 18 до 60, например, и только потом начнут все вот эти вот этапы подготовки к мобилизации. Такое тоже нельзя исключать. Еще скажи, пожалуйста, тема, которую я хотел с тобой обсудить, забыл в прошлый раз. Это, конечно, потрясающая история про российские сарматы и как, значит, их классно будут запускать с подводных лодок и уничтожать Британию. Значит, об этом говорит российская пропаганда. Там у них ошибки в подсчетах, в том числе по количеству времени, которые все это будет лететь, но это черт с ним не самое важное. Вообще, скажи, пожалуйста, вот этот сарматы и прочее оружие, которым грозят, оно на боевом дежурстве? Ну, то есть, оно уже готово к применению? Оно уже готово весь мир, так сказать, в труху превратить? Или это, так сказать, дела, которые, даже если и будут, то когда-то сильно-сильно после? Ну, по части сарматы, насколько я знаю, оно проходит пока только испытание, то есть, еще не на таком полноценном боевом дежурстве. Ну, и в целом, исходя из того, что мы все эти годы видим в контексте какого-то нового вооружения России, оно каждый раз получается таким, скажем так, не сильно подготовленным, не сильно качественным. Там, вспомните тоже противоспутниковое оружие, которое натворило дел в космосе, создав там гигантское облако мусора. Вспомните другие моменты с гиперзвуковым оружием, широко распиаренным, с тем же кинжалом. Я напомню, что та видеозапись, которая Минобороны демонстрировала как результат работы кинжала, оказалось, к кинжалу никакого отношения не имеет. Ну, там демонстрировалось, как будто бы кинжалом наносит удар по какому-то там подземному бункеру, сооружению украинских сил. Оказалось, что это вовсе не кинжал, это старая видеозапись другого удара российских сил. Вот, поэтому я не думаю, что сейчас у России появилось какое-то там новое серьезное вооружение, которое серьезно вот так вот прямо стоит сейчас опасаться. Спасибо тебе большое! Уважаемые друзья, ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Понимаю, что замучило всех уже эта мантра, но тем не менее все равно продолжать это делать, потому что это помогает видео распространяться и больше людей понимают, что происходит, особенно когда там Лавров с Песковым что-то начинают заявлять, рассказывать, значит, про Победы, Шойгу, вот это вот все, просто это очень важно. Сейчас прорывать эту информационную блокаду, ну и поддерживать можно команду Конфликт Интеллиженс Тим, которая, как вы видите, в лице Руслана почти не спит, ссылка на Патреон будет в описании, ну а также ссылка на этот канал тоже будет в описании. Спасибо большое, всего доброго, пока!